К нам подключается Азер Аллах Виранов, председатель общественного объединения Евразийская платформа. Азер Мелем, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Азер Мелем, минный террор продолжается. Как сегодня заявили в МИД Азербайджана, заложенные Армении мины продолжают угрожать жизни невинных мирных жителей. Сегодня еще четверо граждан стали жертвами разрыва мин. То есть по сей день Армения не предоставила точные карты заминированных территорий. Кто призовет Ереван к ответу и куда смотрят международные организации? Дело в том, что международные организации, по великому сожалению, смотрят совсем в другую сторону. Дело в том, что в течение вот этих последних трех с лишним лет, ну почти что, ну три с половиной года после 44-х дневных войн, скажем. За это время достаточно огромное количество заявлений было сделано именно касательно минного террора, осуществляемого со стороны Армении в отношении Азербайджана, и большое количество неправительственных организаций, различной направленности, то есть организации, занимающиеся вопросами прав человека, организации, занимающиеся вопросами экологической составляющей, делали огромное количество обращений с различной международной структурой, различной международной инстанцией, как минимум, с тем намерением, чтобы посодействовали бы, как минимум в том вопросе, чтобы Армения предоставила бы точные минные карты. Дело в том, что те минные карты, которые время от времени как бы предоставляются Азербайджану, они всего лишь, ну вот как специалисты говорят, работают всего лишь на 20% соответственно действительности. Это с натяжкой 20%, а то и меньше. Дело в том, что, опять-таки, мы знаем, что в течение, в тот 30-летний период оккупации Армения смогла как минимум захоронить на этой нашей территории как минимум полтора миллиона мин. противопехотных, противотанковых и так далее. И вот как минимум за три с лишним года то, что наше агентство занимается вопросами разминирования, оно смогло очистить порядка 100, более 111 тысяч гектаров территории, на которых было обнаружено более 100 тысяч мин различного составляющего. Это и противотанковые мины, это и противопехотные мины. По большей части это противопехотные мины. Есть огромное количество неразорочных военных боеприпасов. То есть это говорит о том, что огромная территория Азербайджана, она засорена вот этими минами. И очень часто эти мины закапывались даже в несоответствии с теми требованиями, то есть с теми правилами, которые имеют место. И мы прекрасно понимаем, что те мины, которые закапывались на этой территории, оно в первую очередь направлено на гражданских лиц. Почему? Дело в том, что мины, они закапывались не только на линии соприкосновения двух войск. Мины закапывались также на тех местах, скажем, на кладбище, потом на различных всевозможных местах святынь, куда обычно вынужденные переселенцы, ну уже бывшие вынужденные переселенцы, как минимум возвращаются. То есть возвращаясь в тот или иной район, освобожденные от оккупации, они в первую очередь идут на кладбище. А мы знаем, что очень много фактов, когда вот эти мины были обнаружены, были выявлены мины, которые были закопаны вокруг магит. Даже вот буквально недавно, вчера, в социальных сетях прошла информация по поводу того, как были обнаружены мины, и даже уже в тех городах, которые недавно были покинуты армянским населением, это в первую очередь Фанхензи и Багдари. Дело в том, что мины находят не только на всевозможных местах, то есть в садах, в огородах, там, я не знаю, на кладбище, даже вот информация, это фото, которое было распространено, то есть нашим соответствующим структурам, вот на этом фото изображен тот факт, когда ручная граната прямо же, она выявлена на внутренних клавишах фортепиано, то есть с тем намерением, что, скажем, простой гражданин или солдат, не имеет значения, при виде фортепиано захочет играть на эту фортепиано, и, естественно, открывает, то есть произойдет взрыв, и вот с этим намерением ставятся вот такие минные ловушки тоже. К великому сожалению, минный террор продолжается по сей день. За последние 30 с лишним лет более 3500 человек подорвались на минух, большое количество людей погибло, а среди них есть тоже, к великому сожалению, дети тоже. И вот по сей день вот этот минный террор продолжается, но и, конечно же, к великому сожалению, опять-таки международная общественность не призывает Армению в плане предоставления, скажем, точных минных карт, с одной стороны, а с другой стороны, я понимаю, что иногда вот вопросы минного террора, это тот вопрос, который невозможен в течение там очень короткого периода времени. И вот необходимо содействие, содействие крупных международных акторов, которые помогли бы Азербайджану в вопросах расчищения вот этой территории. Дело в том, что в Азербайджане в 2020 году была принята очень важная концепция, которая непосредственно была связана с пяти национальными приоритетами концепции Азербайджан-2030. И вот в рамках вот этой концепции одной из важных национальных приоритетов является как раз-таки великое возвращение. И вот это великое возвращение, то есть я имею в виду вынужденных переселенцев, возможно только в условиях безопасности, достойного и безопасного возвращения. Вот, к великому сожалению, вот это сегодня полностью обеспечить безопасное возвращение не становится возможным. И, естественно, как правильно сказано в заявлении Министерства обороны или Министерства иностранных дел, о которых вы зачитали буквально недавно, что это как минимум воспрепятствует безопасному возвращению, раз, это воспрепятствует проведению ремонтно-восстановительных, масштабных ремонтно-восстановительных работ, вот это два. И, безусловно, это является, это торпедирует все те усилия, которые направлены на обеспечение региональной безопасности. Это три. Вот это очень важно, три важных составляющих. Я думаю, что международная общественная зона должна, в первую очередь, обратить на это внимание. Вот, кстати, я пока не забыл, я скажу. Дело в том, что было очень много заявлений трехсторонних сделанных. Это и по итогам Брюссельской встречи август 2022 года, это и по итогам Пражской встречи октябрь 2022 года, где во время вот этих трехсторонних заявлений, вот в заявлении говорится о гуманитарном сотрудничестве. То есть, есть гуманитарная составляющая вот этих трехсторонних заявлений касательно переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией. И вот как раз таки, вот гуманитарная составляющая в том числе вбирает в себя элементы, связанные с предоставлением минных карт, предоставлением со стороны Армении вот этих минных карт, вели, к сожалению, все высказанное Армении, подписанное Армении, остаются на бумаге, и те документы, те карты, которые предоставляются Азербайджану, они не соответствуют действительности. Но я думаю, что Азербайджан, Азербайджан и в первую очередь гражданское общество Азербайджана будет целенаправленно работать именно в вопросах достижения того результата, при котором, скажем, армянская сторона все же предоставит точный мир, мины. И я думаю, что вот мировая общественность все же окажет необходимое содействие Азербайджану вот в этом вопросе тоже. Будем надеяться. Азербайджан, большое вам спасибо за ваш комментарий, спасибо, что подключались к нашему эфиру. И вам спасибо. Всего доброго. А я напомню, что на прямой связи со студией была Зерала Хвиранов, председатель общественного объединения Евразийская платформа.